Прогноз разрабатывался в крайне сложной макроэкономической обстановке, как на внешнем, так и на внутреннем рынке в условиях замедления экономической динамики. По оценке Международного валютного фонда, темпы мирового роста в 2013 году составят порядка 2,9%. Не наблюдается существенных позитивных изменений в странах Евросоюза, которые сегодня, как вы знаете, являются нашими основными торговыми зарубежными партнерами. И при том, что половина объема промышленной продукции республики сегодня направляется на экспорт, для нас, конечно, в определенной степени становится риском некоторой тенденции к снижению экспортных поставок по отдельным видам республиканской продукции. Среди внутренних факторов следует отметить низкую производительность труда, замедление динамики потребительского спроса, рост издержек производства, вызванного увеличением цен на сырье, энергоносители, услуги естественных монополий. В совокупности с внешними факторами это оказывает негативное влияние на текущую экономическую ситуацию. Аналогичные ситуации наблюдаются и в стране в целом. Министерство экономического развития Российской Федерации уже трижды пересмотрело прогноз, понизило темпы роста ВРП страны на 2013 год до 1,8%. Республики в текущем году, как вы уже знаете, как мы вам докладывали, темп роста ВРП составляет порядка 2,4%. Низкую динамику пока мы наблюдаем по сравнению с прошлым годом по промышленности. По торговле, по строительству аномальная засуха негативным образом повлияла на объемы производства в сельском хозяйстве. По нашим оценкам, данные тенденции сохранятся в четвертом квартале текущего года. В целом, по итогам года мы ожидаем объем валово-регионального продукта в республике составит 1,5 триллиона рублей при темпах роста порядка 2,3%. Текущие условия требуют выработки дополнительных мероприятий по созданию условий для стимулирования экономического роста. С этой целью совместно с Министерством и ведомством республики подготовлены ряд новых мероприятий для включения в программу стально-экономического развития нашей республики. По соответствующему проекту закону в настоящее время завершается процедура согласования, после чего он будет в установленном порядке внесен в Государственный совет. Снижение основных показателей стально-экономического развития не могло не отразиться на среднесрочных прогнозах. В текущем году формирование прогноза осуществлялось в информационно-экономической системе социально-экономического развития республики Татарстан в модуле прогнозирования. И внедрение данной системы, конечно же, в первую очередь направлено на эффективность нашей работы и качество прогнозов. При разработке прогнозов показатели были усеяны тенденции, о которых я сказал выше, и сценарные условия развития российской экономики, в соответствии с которым рост ВВП России прогнозируется в 2014 году на уровне 3% на фоне умеренного восстановления мировой экономики. В среднесрочной перспективе, с учетом сложившейся ситуации, планов развития основных отраслей, предприятий муниципалитетов республики, исходя из сценарных условий развития страны, мы прогнозируем темп роста ВРП на уровне 4,2% в 2014 году. В разъезде муниципальных образований основной вклад в ВРП по-прежнему будут вносить города Казань, Челны, Альметьевский, Нижнекамский районы нашей республики. Уважаемые депутаты, отдельно остановлюсь на прогнозах развития ключевых секторов экономики, которые будут определять динамику ВРП в среднесрочном периоде. Прежде всего, это промышленность, на долю которой приходится более 42% ВРП. В последние месяцы текущего года промышленности мы наблюдаем определенные незначительные оживления. С учетом текущих тенденций и планов развития наших крупнейших предприятий, в 2014 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 104,6%. Традиционно основной вклад промышленности будут обеспечены предприятиями нефтехимии и машиностроения. С учетом ввода в промышленную эксплуатацию объектов, созданных в рамках крупнейших инвестиционных проектов, предприятиями нашей республики прогнозируется увеличение объемов производства нефтехимической продукции, легковых автомобилей, а также ряда новых видов продукции. Другим сектором экономики, который вносит значительный вклад в РосВРП, является торговля. Динамика роща товарооборота в среднесрочной перспективе прогнозируется на уровне 5%. В сельском хозяйстве, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, учитывая низкую базу 2013 года, объем продукции в 2014 году прогнозируется более 150 миллиардов рублей. Принимая во внимание высокую закредитованность от хозяйственных предприятий, сегодня первоочередной задачей становится повышение эффективности производства, которая в настоящее время достаточно низка. При текущих ограничениях необходимо, чтобы расходы сельском хозяйстве были максимально производительными. Строителям комплексы республики темпы роста в 2014 году прогнозируются на уровне 5%. Эта динамика, по данным Министерства строительства республики, должна быть обеспечена прежде всего реализацией инвестиционных проектов наших крупнейших предприятий, инфраструктурных проектов, а также программы жилищного строительства. Ежегодно в жилищной сфере предусмотрен ввод порядка 2 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилья, в том числе порядка 400 тысяч квадратных метров жилья по социальной ипотеке. Кроме того, одним из перспективных способов решения жилищной проблемы является развитие рынка аретного жилья. Как вам известно, президент Республики Растангас Миниханов подписал соответствующий указ, который вступил в силу с 1 октября текущего года. Программа же развития рынка аретного жилья предусматривается в рост к 2016 году объема ввода аретного жилья до 420 тысяч квадратных метров. В настоящее время, в соответствии с указом президента Республики, необходимо завершить разработку и принять правовые акты по вопросам строительства, предоставления и использования аретного жилья. Уважаемые депутаты, в текущих условиях, когда докризисные факторы роста экономики практически исчерпаны, важнейшими задачами является привлечение инвестиций и более эффективное использование ресурсов. В первом полугодии текущего года объем инвестиций в основном капитала превысил 175 миллиардов рублей, что выше уровень аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем наблюдается значительная дифференциация в объемах привлеченных инвестиций по муниципальным образованиям нашей Республики. Районы развиваются в основном за счет региональных и федеральных программ или отчитываются инвестициями крупных якорных предприятий. В разрезе видов деятельности наибольший объем, почти треть инвестиций приходится на обрабатывающее производство, порядка 20% на сектор операции с недвижимым имуществом и порядка 13% в сферу добычи полезных ископаемых. В структуре источников финансирования инвестиций наблюдается увеличение доли заемных средств. По данным Национального банка Республики, с начала года кредиты экономики выросли на 7%. В текущих экономических условиях привлечение кредитных ресурсов в определенной степени может стать серьезной долговой нагрузкой на бюджеты предприятий. И учитывая текущие риски на международных рынках капитала, связанные с увеличением стоимости кредитных ресурсов, это может привести к дальнейшему увеличению себестоимости и сокращению основного источника финансирования инвестиций прибыли. В текущем году прибыль составила 97,7% относительно уровня прошлого года, при этом около 22% предприятий Республики пока остаются убыточными. Размер полученной ими убытка по сравнению со сними месяцем прошлого года вырос в 1,3 раза. Еще раз хочу обратить внимание руководителей и собственников убыточных предприятий на необходимость реализации комплексных мероприятий по повышению эффективности своей деятельности. С предприятиями, допустившими снижение прибыли или рост убытков, в Республике ведется системная работа как на уровне балансовых комиссий в отраслевых министерствах, так и на уровне межведомственных рабочих групп. Кроме того, на сегодняшний день по результатам налоговых проверок Управления налоговой службы по республике Татарстан сумма убытка снижена почти на 2 миллиарда рублей. По результатам аналитической работы удовлетворены обязательства предприятий, снижена сумма убытка порядка 3,6 миллиарда рублей. В целом, по итогам 2013 года мы прогнозируем прибыль в сумме 222 миллиардов рублей, в 2014 году в сумме 236 миллиардов рублей. В условиях ограниченности собственных источников финансирования возрастает роль прямых инвестиций, в том числе иностранных, вместе с которыми привлекаются высококвалифицированные специалисты, повышается деловая активность, создается конкурентоспособное производство на основе передовых инноваций и технологий. На сегодняшний день ключевым центром притяжения иностранных инвестиций остается особая зона Алабуга. К 2016 году планируется привлечь более 70 компаний-резидентов с объемом инвестиций до 200 миллиардов рублей. Сегодня здесь уже зарегистрировано 39 резидентов с общим заявленным объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей. Наряду с развитием особой экономической зоны Алабуга и реализацией масштабных инфраструктурных проектов, в прогнозируемом периоде основной объем инвестиций должен быть обеспечен капитовложениями наших крупнейших предприятий. Вместе с тем, для достижения запланированных темпов необходима активизация работы по улучшению делового климата в республике. В рамках этой работы по повышению инвестиционной привлекательности особое внимание уделяется эффективности мер государственной поддержки инвесторов. Нельзя допускать ухудшения условий ведения бизнеса, но при этом и сами инвесторы должны исполнять свои обязательства, закрепленные в договорах о реализации проектов. Повышение эффективности бюджетных расходов должно способствовать и совершенствованию системы государственного и муниципального заказа. Как вам известно, с 1 варя 2014 года вступает в силу новый федеральный закон о контрактной системе, и существенным элементом нового закона о контрактной системе является обязательное общественное обсуждение, планирование и мониторинг закупок. Республика Татарстан на сегодняшний день определена пилотным регионом по опробации его отдельных механизмов. Ключевыми задачами в настоящее время является адаптация действующей республики системы госзаказа в соответствии с нормами федерального закона о контрактной системе, а также обучение и подготовка соответствующих кадров. Внедрение новой системы должно способствовать повышению прозрачности системы госзаказа, увеличению эффективности бюджетных расходов и, в конечном счете, развитию конкурентной среды и улучшению условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий. Малый и средний бизнес быстрее адаптируется к изменяющейся среде и обеспечивает занятость для значительной части населения, что особенно актуально в текущей ситуации. Сегодня на этот сектор приходится порядка более 24% производимого в республике ВРП. При этом основная часть оборота малого и среднего бизнеса в республике приходится на сферу торговли – более 50%. Доля промышленности в этом секторе не превышает 16%, тогда как в развитых странах этот показатель достигает до 25%. Вместе с тем, от уровня развития малого и среднего предпринимательства в реальном секторе во многом зависит устойчивость экономического роста в среднесрочной перспективе. В этой связи в текущем году мероприятия по стимулированию развития предпринимательства в первую очередь ориентированы на производственный бизнес. В частности, реализуется ряд программ – финансовая поддержка, инновации технологической модернизации, компенсация затрат на техпроисоединения, кластерные гранты, лизинг-гранты. Еще одно важнейшее направление – создание и развитие инфраструктуры и поддержки предпринимательства. В республике есть ряд примеров успешно функционирующих технопарковых структур. В настоящее время в рамках исполнения поручения президента республики реализуются концепции создания промышленных парков в муниципальных образованиях нашей республики. Среди формируемых промышленных площадок можно выделить Тюлитинскую, Сабинскую, Зайинскую, Елабышскую и ряд других, которые сегодня показывают позитивные темпы роста. В 2014 году объем производства резидентов технопарковых структур прогнозируется на уровне более 84 миллиардов рублей. В целом, реализация перечисленных направлений должна способствовать увеличению вклада производственного бизнеса в развитии малого и среднего предпринимательства. Уважаемые депутаты, важнейшим фактором экономического роста является наращивание экспорта несырьевых товаров. Данный показатель в соответствии с программой стально-экономического развития республики к 2016 году должен увеличиться с текущих 26% до 30% от объема промышленного производства. Основу несырьевого экспорта республики составляют продукции нефтехимии и машиностроения, имеющие потенциал роста. Для этого необходимо использовать все преимущества и возможности ВТО как по снижению торговых барьеров для наших экспортеров, так и по защите внутреннего рынка. С 1 сентября произошло очередное снижение импортных порций на ряд товаров в рамках соглашения обязательств Российской Федерации. Среди них есть те, которые производятся в нашей республике. Нашим товаропроизводителям необходимо научиться работать в условиях ВТО и использовать допустимые инструменты защиты своих интересов. Значительный объем этой работы связан с формативно регулированным и требует принятия законодательных актов на федеральном уровне. Учитывая, что Государственный Совет Республики обладает правом законодательной инициативой, нашим отраслевым министерством при поддержке депутатов Государственного Совета, среди которых немало руководителей наших крупных предприятий, необходимо активизировать работу в этом направлении с федеральным центром и соответствующими институтами. Основным фактором повышения конкурентоспособности в условиях ВТО должно стать внедрение новых технологий, повышение производительности труда. Эта задача определена в качестве приоритетной и на федеральном уровне. В настоящее время в Республике реализуется программа повышения производительности труда. В программе содержатся рекомендации по анализу узких мест, повышение операционной эффективности. На основе этих рекомендаций на каждом предприятии должен быть разработан собственный комплекс мероприятий по повышению производительности труда. Сегодня в Республике, как и в стране целом, динамика производительности труда в два раза отстает от роста заработной платы. В текущих условиях многие предприятия уже начинают более взвешенно подходить к увеличению расходов на оплату труда.